Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». А мой сегодняшний герой не нуждается в долгом представлении, ведь он мастер театрального образа и об этом знает абсолютно каждый. Знакомьтесь, Аркадий Григорьевич Трушников. Мой спектакль еще не скоро, и театр пусть закрыт. Только в комнате гримера яркий свет давно горит. Ты сидишь в гримерном кресле и успеха снова ждешь. Все отлично будет, если на себя ты не похож. Запах пудры и клея, зеркала трельежей, болванки с париками и теплый свет настольных ламп. Подумать только, сколько часов этот человек простоял за своим гримировальным столиком. Вообще я не люблю такие спектакли, как пьес Горького, Островского, Чехова. Знаменитый царь Федор Иоаннович, возрастной грим профессора Каемова из Машеньки, графини Томска из «Пиковой дамы». Трагические герои и комические персонажи в спектаклях по пьесам Гоголя, фон Визина, Шиллера, Оскара Уальда и прочих. К их обаянию и лукавству свою руку в прямом смысле слова предложил именно Аркадий Трушников. Я и в Каргангинском театре работал, в Нижнем Тагиле работал, вот в Котласе, в Перми, в Челябинске. Мы из Челябинска нас пригласили сюда. Когда я увидел Рязань, думаю, дурак, надо было посмотреть город, приехать, посмотреть тогда сюда, что-то слово. Один из коллег Аркадия Трушникова в свое время сказал, я как английский газон, который становится таким потому, что его постригают и поливают в течение 400 лет. Люди, буквально выросшие за кулисами, трепетно берегут свои маленькие секреты и готовы рассказать их только таким же увлеченным, как они сами. У двери его гримерки терпеливо дожидались своего часа многие именитые актеры и актрисы. Вот познакомился с Пухновским, я познакомился с ним, он говорит, мне знаете что, мне вот нужно сделать бородку, усы, там все, значит, помочь мне, пожалуйста, сделаем с ним. Потом приехала Быстрицкая Елина Абрамовна, она никого не подпускала, кроме меня, к себе. Мы с ней, значит, начали общий язык, я ее тоже фотографировал. В театре тогда царила приподнятая взволнованная атмосфера, совпавшая с днем рождения Елины Абрамовны, который и отпраздновали в гримерном цехе. А главным подарком стал особый шиньон к роли Лидии. Вот видите, там, кисточка у меня, которой я пользуюсь, основа грима – это тон. Сегодняшний театр во многом уступает прежнему. Во времена Станиславского актеры ходили по церквям и рынкам в поисках харизматических образов, говорит Аркадий Трушников. Теперь в моде натуральность. Вообще считался, как вершины гримерной искусства, это грим Лидии. Ой, слушай, у нас был случай такой, сейчас я вспомнил. Мы едем, где-то у нас был спектакль в клубе каком-то. Я гримировал их в театре. Ленина, Дзержинского. Едем мы, останавливает муниционер. Дзержинский ему пальцем вот так погрозил. Тот ничего не понял, отдал честь, и мы поехали дальше. Его актерские гримы навсегда остались в памяти зрителей и уже отнесены к истории рязанской сцены. Аркадий Григорьевич ушел на пенсию только на девятом десятке, но, кажется, до сих пор готов устроить мастер-класс в любой момент. Это сделано, знаете, сказочный вариант. Потому что для сцены, конечно, мы приклеиваем специальный клей. Я клей сам делаю. Берется спирт, 96-процентный. Канифоль. Знаете, канифоль? Да. Растираешь его порошком, 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 порошком. И в флакон, допустим, спирта. И засыпаешь этим самым порошком. И чувствуешь, он растворяется. Какая клейкость. И можно добавить чуть-чуть сюда БФ-6 или чуть-чуть. Настоящий гример – это психолог, стилист, косметолог, визажист и парикмахер в одном лице. Не знать основ постежорской работы – это как музыканту не знать сальфеджио, сказал он в одном из интервью. Будет вместо положительной лысины отрицательное. И вместо вождя народа получится, простите, обыкновенный бомж. Можно репить, знаете, всего на лице, а лицо будет маска. После войны в Лысьве, это Пермская область, открылся маленький городской театр. У его дверей выставили большой щит со списком специалистов, которые требовались. Юному Аркаше Трушникову почему-то ужасно захотелось зайти внутрь. Что вы, я попал как будто в какой-то другой мир, в театр-то. А вот Борис Иванович Кузнецов, мой мастер, гример, постежор, он меня взял за руку, буквально в смысле слова, и привел к себе. Работать с бородами, волосами и прочими, как тогда казалось, девчачьими штучками, ему совсем не понравилось. Но поддавшись уговорам театрального коллектива, в 14 лет он бросил учебу и начал постигать ремесло гримера. Когда экзамены в школе рабочей молодежи совпадут с гастролями, он выберет театр во второй раз и навсегда оставит там свое сердце. Я сколько вот езжу, был маленький, я говорю, нам лучше, лысый, менее одного года нет. Да и вам честное слово. И это детство, может быть, память моя. Может, все потому, что других хороших воспоминаний с детства почти не осталось. Ему было чуть больше года, когда не стало мамы. Его и еще двоих детей раскидали по родственникам. Отца раскулачили. Случайных людей, у которых приходилось жить, маленький Аркаша почти не запомнил. Но в детскую память въелось постоянное чувство голода. Вот семья, вот обедает семья. Я зацелывал, каждый по куску колбасы и по куску хлеба. Я стою, вот такой маленький, вот зацелывал, смотрю на них. Глаза полный слез, я голодный, они мне ничего не дали. Когда отец женился во второй раз, дети больше не голодали. Но он никак не мог понять, почему малыши называют чужую тетю мамой. Я не мог называть ее мамой. Я залезаю под кровать куда угодно, так мамой я не мог называть. На язык не поворачивался. Второе потрясение случилось уже в школе. Я в 38-м году пошел в первый класс. Учительница была у нас, Колыванова Вера Яковлевна. Молоденькая ее, первая ее, вообще первый класс. Она нас любила, и мы ее очень любили. И вот началась война, она ушла добровольная. Я ее встретил на улице, она идет в солдатской шинели, в пилотке, в сапогах, кирзах, сумкой через плечо. Слушайте, я заплакал. Так мне было жалко ее. Она вернулась? Нет, вернулась, да. В своих мемуарах он напишет и о том, как однажды на весь театральный коллектив из обычной муки сварили ужасно невкусную заваруху. И о том, что на других гастролях он один съел пол ведра подаренной баранины. И, конечно, о том, каково это, слышать аплодисменты еще до начала спектакля. Так, большое окно, я стол поставил и гримирую, и вот это вот, Света. За окном собралась там пара ребятишек. Я не знаю, ну, облепили все. Тут мне что, отгонит их, что-то, я почему говорю, не пускай, смотрят. И вот я весь грим, все я делаю на их глазах. Парик одел, там это все, загримировал. Так же, знаете, что они после этого устроили аплодисменты, пацаны. Это, может, именно всю жизнь память. В его памяти остался день, когда он чуть не уехал из Лысевского театра, но вовремя встретил своего директора, и тот привез его обратно. Если бы он не приехал обратно, я бы с людьми не встретился. Подружились, вот дружим 53 года. Вместе они пережили и аншлаги, и времена, когда в кармане оставалось всего 18 копеек. В Рязань гример Трушников с супругой согласились приехать только на определенных условиях. Квартира подъемная и прочее. Когда из-за смены руководства договор был нарушен, Аркадий Григорьевич написал письмо Брежневу. Я понимаю, что мое письмо далеко никуда не прошло. Но тот, кто надо, увидел, я так понимаю. Ну, в кома. Через три дня получили мы квартиру. В своей жизни он увлекался и фотографией, и видеосъемкой, и невероятными резными портретами. В его доме целая галерея из дерева. Глинка, Бетховен, Толстой, Хемингуэй. На каждой статуэтке дата с гастролями. Гастроли, 89-й год. Черновцы, Черновцы, Химеровы. Сейчас Аркадий Трушников активный участник с Кореи и Тюдов. Главный режиссер – любимый внук Арсений. Они часто остаются вдвоем и с удовольствием пользуются слабостями друг друга. Мы с ним играем в коридоре. Он там красный, желтый, все цвета знают. Вот цвет красный стоишь. Цвет желтый. Зеленый, побежал. Он в этом смысле играет. Потом я побежал на красный свет, и он меня штрафовал. Потом я попал под машину. Он начинает меня лечить. Нервы у дедушки после капризных артистов крепкие, с фантазией полный порядок. Так что Сеня определенно в надежных руках. Ему повезло больше всех. Он родился в семье, где играть любят и умеют. А если что, дедушка знает, как добавить настроение и изменить типаж. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...